Здравствуйте, уважаемые зрители канала АйНевролог. Рад вас приветствовать вновь на нашем канале. Я его ведущий, Артамонов Александр Викторович, врач-невролог. Темой сегодняшней нашей беседы я выбрал такую достаточно большую глобальную тему, как дисциркуляторная энцефалопатия. С таким диагнозом люди старшего возраста сталкиваются достаточно часто. Приходят ко мне на прием и вот спрашивают, а что же это такое дисциркуляторная энцефалопатия? Звучит как-то даже страшно, энцефалопатия. Все привыкли, что это что-то такое серьезное. Вот я пытаюсь сейчас объяснить, что это такое, что за энцефалопатия, почему она дисциркуляторная. Ну, во-первых, этот термин больше такой вот общебытовой ходовой, потому что в классификации болезни МКБ-10 его нет, такого термина. Он ведет свои истоки из конца 70-х, начала 80-х годов прошлого века. И автором этого термина были сотрудники Института неврологии Академии наук, в частности, его директор Академик Шмидт Евгений Владимирович, был такой доцент Максудов. Вот они этот термин выдвинули взамен старых терминов, которые звучали как хроническая недостаточность, мозговое кровообращение, церебровоскулярная недостаточность, такие как церебровоскулярная болезнь. Вот был выдвинут такой термин, как дисциркуляторная энцефалопатия. И термин прижился. В советской литературе, начиная с 80-х годов, мы использовали его. А одновременно с этим, ну, в общем-то, и не забывали и о старых терминах. Суть термина заключается в том, что это патология головного мозга, связанная с нарушением циркуляции крови, то есть с нарушением подачи питательных веществ, с нарушением подачи кислорода в ткани головного мозга. Процесс хронический, он не возникает одномоментно остро. На развитие этого состояния проходит месяц, а то и годы. Заключается он в том, что действительно вот к клеткам головного мозга начинает поступать меньше питательных веществ, меньше кислорода. Из-за этого они начинают хуже работать, некоторые даже гибнуть. И вот этот процесс идет неуклонно, если на него, конечно, не воздействовать. Причинами, частыми причинами этого заболевания являются два апологета, так сказать. Это гипертоническая болезнь и атеросклероз. И их комбинация. Она абсолютно, эта комбинация, как правило, бывает. Хотя бывает истинная гипертоническая энцефалопатия, когда минимально развита атеросклероз. И наоборот, бывает выраженные изменения атеросклеротического плана, много бляшек, а гипертоником человек не является. Но чаще все-таки бывает сочетание этих двух заболеваний. На течение болезни, на его выраженность часто влияют другие сопутствующие заболевания. В частности, это может быть сахарный диабет, который влияет на как раз вот мелкие сосудики, на микросулькуляторное русло, ухудшая его течение. И также еще один из факторов такого течения заболевания, то, что при сахарном диабете кровь, в силу того, что сахар очень высокий, становится немножко гуще. Вы знаете, один из ученых рассказывал, такой пример приводил, говорит, вот смотрите, как вам понять, что происходит. Вот вы берете стакан чая и кладете в него одну ложку сахарного песка, и вы размастываете ложечкой, вам легко. А если вы положите туда 20 ложечек песка, то это будет сироп, и вам будет трудно уже вот этот чай, трудно будет ложечкой разболтывать. Вот так и здесь. Если в крови большое содержание сахара, она как тот сироп, она трудно очень проходит в мелкие сосудики, и это усугубляет течение дискуркуляторной цифлопатии. Далее, из заболеваний, которые могут тоже усугублять течение, это интоксикации всевозможные, как внешние, так и внутренние. Вот это может быть последствия черепно-мозговой травмы, которые тоже влияют на это. Ну, из заболеваний, достаточно редких, кстати, воскулит. К счастью, это заболевание, оно, будучи довольно таким, что ли, страшным и серьезным, в жизни встречается довольно редко. Далее, само нарушение свертывающей системы крови, склонность к гиперкоагуляции, то есть к повышенной вязкости крови. Вот это вот тоже неблагоприятно влияет и ухудшает течение этого заболевания, такого как дискуркуляторная цифлопатия. Далее, это могут быть нарушения работы сердца, ритма сердца, в частности. Если у человека аритмия, то сердце работает неравномерно, и кровоток сосуда головного мозга тоже идет неравномерно, и это может усугубить течение заболевания. Ну вот, вкратце, основные причины, которые могут привести к дискуркуляторной энцефалопатии. Как она развивается, какие симптомы этого заболевания? Ну, заболевания развиваются исподволь, медленно, потихонечку, и первые симптомчики, они не специфичны. Это непостоянная головная боль, легкое головокружение, какая-то необоснованная слабость, может быть, плохой сон, может быть, легкая раздражительность, может быть, снижение работоспособности, какие-то небольшие трудности в запоминании нового текста. Как таковых нарушений памяти на этом этапе, как правило, не бывает, но вот легкие какие-то моменты, такая легкая забывчивость может присутствовать уже в этом состоянии. Это первая стадия. Далее, на второй стадии эти процессы уже немножко усугубляются. У человека начинаются более частые головные боли, практически постоянные головные боли, головокружение, может появиться неустойчивость при ходьбе, пошатывание при ходьбе. Уже снижается память до таких, ну что ли, размеров, что это начинают отмечать окружающие люди. Он может забывать очевидные вещи. Ну и также может нарушаться и координация движений. Человек может шататься в момент его движения. Вот это все симптомчики более глубокие. Ну и третья стадия – это достаточно глубоко уже зашедшее заболевание. Это серьезная стадия, когда человек может потерять даже самостоятельность какую-то. он требует уже какого-то наблюдения со стороны родственников, ухода за ним, потому что он плохо помнит, плохо делает, его шатает, он с трудом передвигается. Он уже не может практически самостоятельно себя полностью обслуживать. Вот на этой стадии могут присоединиться еще такие вещи, как болезнь Паркинсона, ну и с нарушением функции движения, с тремором. Ну и, собственно, нарушение в виде деменции, когда человек уже действительно психически становится неполноценным. И вот это состояние, конечно, уже достаточно тяжелое и требует постороннего наблюдения. Это лишняя нагрузка на родственников, на окружающих его людей. Но поскольку заболевание вот это, раз начавшись, не отступает назад, это процесс, к сожалению, идущий неуклонно, то главная задача – остановить этот процесс. Вернуть назад то, что уже произошло, не получается. Но если мы сможем на каком-то этапе остановить процесс, когда человек еще не зашел так глубоко в своем состоянии, вот в этих своих симптомах, то тогда человек может жить долгие годы и пользоваться тем, что у него есть на сегодняшний день. Да, немножко забывает, да, немножко подкруживается, да, немножко пошатывает. Но это все в рамках дозволенного. Он не делает каких-то очевидных глупостей, он полностью себя обслуживает, он может сходить в магазин, купить себе там каких-то продуктов, может поставить чайник, он не забывает выключать газ, он не забывает выключать кран. Вот это состояние обычного человека, не молодого, но полностью себя обслуживающего. И вот в этом я вижу главную задачу лечения на ранних этапах такого заболевания, как дискуркуляторная цифалопатия. Симптомы, которые я назвал в качестве основных симптомов этого заболевания, они достаточно неспецифичны, особенно на первых этапах. Я рассказывал уже в предыдущих своих роликах и про болезнь Альцгеймера, которая вот как раз заключается в нарушении памяти, и про шум в ушах, и про атеросклероз. И вот эти симптомчики, они достаточно неспецифичны и могут быть похожи на симптомы одного из этих заболеваний. И самому разобраться в них, наверное, сложно, поэтому не стоит заниматься этим самостоятельно, а все-таки стоит обратиться к врачу. Тем более, что лечение вот этих вот заболеваний мной пересисленных, оно несколько отличается от просто от дискуркуляторной цифалопатии. Так что лучше все-таки обратиться к врачу и пройти нормальное обследование, чтобы уже этот диагноз был понятен со всех точек зрения. Теперь, для диагностики вот этой болезни мы используем разные методы. Ну, начинаем просто с осмотра опроса человека, какие у него жалобы, как он себя чувствует, как это меняется в течение дня. Смотрим статус неврологический, есть ли какие-то симптомчики, которые уже можно выявить. Разница в рефлексах, нарушение чувствительности, нарушение координации. Проводим отдельные психологические тесты, тесты на память. Ну, их много. Но самый простой – это тест на запоминание слов. Скажем, три слова – тест мини-кок. Вы даете человеку запомнить три слова, а через какое-то время вы его просите эти слова вам сказать вновь, воспроизвести. И вот сможет ли он или не сможет, это уже зависит, уже есть определенные, так сказать, шкалы, которые могут определить степень его снижения интеллекта, ну, что ли, степень снижения памяти. Ну, это самый простой тест на три слова. Есть более углубленные тесты и письменные, когда человек там находит отдельные буквы, отдельные цифры и так далее. Это много всего. Это такие психологические тесты. Далее. Из инструментальных методик, конечно, нужно знать состояние сосудов. Поэтому ультразвуковая доплерография, она помогает определить степень изменений в самих сосудиках. Есть ли бляшки, есть ли извитые сосуды, есть ли уплотнение сосудистой стенки. Далее. МРТ головного мозга. Оно уже видит саму ткань мозга. Есть ли там какие-то очаги в виде кист, в виде каких-то последствий, перенесенных нарушений мозгового кровообращения, в виде атрофии корковой. Вот эти изменения, они видны хорошо на МРТ головного мозга. Ну и плюс не забываем и о обычных обследованиях. Это анализы крови, в частности, с определением холестерина, с определением триглицеридов. Вот. Система свертывания крови, гемостаз так называемый, он тоже дает определенную информацию. Если кровь очень вязкая и очень густая, значит, надо будет принимать препараты, которые будут ее разжижать. Далее. Электрокардиограмма. Она даст нам сведения о состоянии работы сердца. Есть и нарушение ритма, которое тоже влияет на развитие десулькатурной цифалопатии, как я говорил. Ну вот из анализов, анализ крови на сахар, на почечные и печеночные пробы. Вот эти вещи, они дают возможность оценить состояние организма в целом. И дать уже конкретные рекомендации по поводу того, что нужно еще дополнительно человеку пролечить. Какие у него неполадки с органами, какие неполадки с системами. Лечение таких пациентов, как правило, как мы говорим, комплексное. То есть это не одна таблетка и даже не две. Если это первая стадия, то можно, конечно, начать с более простых препаратов. Обычно мы даем в этой ситуации препараты, такие как метаболики. Я пока называю просто общую группу препаратов. Это антиоксиданты, препараты, которые улучшают связь мозга с кислородом, которые, так сказать, могут блокировать свободные радикалы, образующиеся в ходе нашей жизнедеятельности. Далее, это препараты, так называемые, вазоактивные средства, которые улучшают кровообращение, улучшают приток крови к мозгу. И, в общем-то, вот эти основные препараты... А, да, препараты могут быть антиагрегантами, разжижающими кровь, если это требуется. Вот это основные группы препаратов, которые могут участвовать. Также, поскольку иногда бывает колебания настроения в виде депрессивных каких-то там моментов в жизни, то используются и препараты легкие седативные и антидепрессанты. Вот эти группы препаратов, они часто помогают человеку сохранить то, что он имеет на сегодняшний день. Если заболевание все-таки прогрессирует, то это требует уже более развернутого лечения. Это же могут быть и внутривенные капельные введения, это может быть подключение и внутримышечных, и внутривенных инъекций, ну и не медикаментозные средства, такие как барокамера, например, тоже способствует тому, что у человека идет лучшее насыщение кислородом, он себя лучше чувствует после таких сеансов. Ну и есть и там физиотерапевтические процедуры и другие методы лечения. Вот в целом так выглядит это заболевание, такой как десуркуляторная энцефалопатия. Несмотря на его, ну что ли, страшное название, оно на самом деле оказывается, ну, вполне курабельным, как мы говорим, то есть не можно бороться, его можно лечить, главное не запускать вот это состояние. Если у человека уже там вторая, то и третья стадия, то полностью вылечить его невозможно, а вот на первой стадии все-таки лучше начать лечение и тем самым затормозить приход второй и тем более третьей стадии вот этого заболевания, который может в итоге сделать человека достаточно таким глубоким инвалидом. Этого допускать нельзя, тем более что есть возможности этого не допустить. Поэтому, если вы заметили такие симптомчики, если вам уже за пятьдесят, а то и за шестьдесят, надо хотя бы иногда приходить к врачу, в частности к неврологу, рассказывать о своих симптомчиках, обследоваться вот по тем параметрам, о которых я уже сказал и следует видимо начинать конкретную терапию, уже конкретный препарат выбирает лечащий врач. Это зависит от вашего конкретного состояния, от данных обследования, которые он получил на момент вашего прихода к нему и тогда вот это лечение будет вполне адекватным. Помимо основного канала в YouTube, я еще веду канал на Telegram. Дело в том, что иногда просто объем информации, который поступает от вас в виде комментариев на YouTube, очень огромен. Я просто не успеваю даже все посмотреть. Вот мой один из последних роликов про синдром Гиена Борре вызвал буквально шквал комментариев и идет смесь и комментариев, и вопросов, и все разобрать очень сложно. А вот на Telegram там как-то поспокойнее, там меньше информации, поэтому я с большим удовольствием вам отвечу на эти вопросы. Поэтому также смотрите меня на Telegram канал. К сожалению, по правилам канала я не могу назвать конкретные препараты, которые я использую обычно в лечении данного заболевания. Но есть вариант, есть мой канал на Telegram. Вы можете на него подписаться, пойти туда по ссылке и там я уже буду называть препараты, которыми я лечу своих пациентов и которые могут помочь в данной ситуации. Так что обращайтесь на Telegram, подписывайтесь на наш канал и смотрите его. Он дополняет тот канал YouTube, который вам более привычен. У меня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, смотрите нас в следующих выпусках. Всего. Благодарю вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!